МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легенда уходит. Карл Лагерфельд собрался на пенсию. Рейтинг партии Ангелы Меркель – самый низкий за последние пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы «Инфратест Димап», в котором приняли участие 1011 человек. Сейчас ХДС поддерживают 33% респондентов. Это самый низкий показатель с 2011 года. Второй по популярности в ФРГ сегодня является социал-демократическая партия Германии. 21% опрошенных поддержал эту политсилу. А вот евроскептики из «Альтернативы для Германии» оказались на третьем месте. И если бы выборы состоялись сегодня, эта партия набрала бы 14% голосов избирателей. «Зеленых» поддерживает 12% опрошенных. Немецкие левые получили результат в 8%. Внепарламентская оппозиция в лице свободной демократической партии имеет поддержку 7% респондентов. Социологи также отмечают, что 47% граждан Германии уверены в том, что нынешнее правительство способно уберечь население от террористических атак. Также 46% убеждены, что официальный Берлин держит под контролем ситуацию с беженцами. Ранее социологи сообщили, что после определенного спада из-за проводимой миграционной политики популярность Меркель вновь начала расти. Однако это никоим образом не отразилось на снижении рейтинга ее партии ХДС. Руководство федеральных земель Германии не хочет содержать беженцев за счет местных бюджетов. Накануне правительство решило, что федеральные земли должны выделить из своей казны 21 миллиард евро на содержание бегущих от войны сирийцев. Но на заседании в Бундесрате местные представители выступили против этих планов. Они заявили, что половину этих трат должна взять на себя центральная власть. Конечно, мы не согласны со вчерашним решением канцлер-амт, ведь оно возлагает бремя заботы о беженцах на местные бюджеты. Мы готовы к обсуждению, но пока решения, принятые Берлином, нас не устраивают. Забота о беженцах – это вопрос государственного уровня. Наше дело – это обеспечить их интеграцию. Кроме того, на вчерашнем заседании правительство приняло решение о реорганизации местных бюджетов. Социал-демократическая партия Германии не поддерживает планы правительства по увеличению пенсионного возраста. Об этом лидер парламентской фракции СДПГ Томас Оперман заявил прессе после закрытого заседания фракции, которое просло в городе Руст в федеральной земле Баден-Бюртенберг. Я против увеличения пенсионного возраста. Те, кто проработал 45 лет и больше, должны по-прежнему иметь возможность выйти на заслуженный отдых вовремя. Они заслужили это право тяжким трудом. Они не просто попрошайки. Они заработали свою пенсию. Конечно, есть те, кто и в этом возрасте хочет и может продолжать активную деятельность. Но это должно быть сугубо личным решением и никак не обязанностью. С Соперманом не согласны партнеры по коалиции, депутаты из Христианско-демократического союза. Они не понимают, зачем устраивать дебаты на эту тему именно сейчас, ведь решение о повышении пенсионного возраста уже принято. Он вырастет на два года с 2029 года. Ранее экспертные организации экономического сотрудничества и развития рекомендовали Германии повысить пенсионный возраст еще раньше. По их словам, иначе экономика страны не справится со старением населения. Избежать повышения пенсионного возраста, по их мнению, можно будет только в одном случае. Если место жителей ФРГ на рынке труда займут беженцы, но для этого их еще нужно будет вначале обучить, а потом мотивировать трудиться легально, а не подпольно. В федеральной земле Рейнлайнд-Пфальц договорились о создании коалиционного правительства. Руководство СДПГ, Свободной демократической партии и Зеленых спустя пять недель после выборов, наконец, согласовало между собой все основные пункты коалиционного договора и поделило портфели. Главными приоритетами в работе нового правительства федеральной земли станут развитие дошкольного образования, перевод образовательных и государственных услуг в электронную форму, а также развитие инфраструктурных проектов. Возможности, инновации, устойчивость и открытость миру – вот главные принципы, на которых будет построена в ближайшее время наша работа. Это компас, который будет указывать нам направление движения. Следуя за ним, мы не собьемся с пути. Переговоры о формировании коалиции длились три с половиной недели и приковали к себе внимание СМИ как в этой федеральной земле, так и за ее пределами. Основные разногласия касались бюджетной политики и распределения портфелей. В итоге в новом правительстве Социал-демократической партии достанутся пять кабинетов, а Зеленым и Свободным демократам – по два. В этом коалиционном соглашении нет компромиссов. Нам достаточно непросто было найти общую платформу, но под ним поставили подписи представителей всех трех партий, и мы все будем честно его выполнять. Напомню, на выборах в парламент федеральной земли Рейнлайн-Фальца 13 марта социал-демократы получили чуть больше 36%, Свободная демократическая партия – чуть больше шести, а Зеленые – чуть больше пяти. Высший земельный суд Дюссельдорфа отправил за решетку двух исламистов. Фамилии мужчин не называют, их лица не показывают. Известны только их имена – Мустафа и Себастьян. Первый получил шесть лет и три месяца тюрьмы, второй – четыре с половиной года. Как сообщил пресс-секретарь суда Андреас Виток, стороне обвинения удалось доказать их причастность к террористической группировке «Исламское государство». Благодаря показаниям полусотни свидетелей и экспертов удалось установить, что в середине 2013 года подсудимые ездили в Сирию, где пополнили ряды группировки «Исламское государство». Там они прошли боевую подготовку и даже участвовали в боевых действиях. Напомню, в начале апреля Высшеземельный суд в Дюссельдорфе приговорил другого немецкого исламиста по имени Нильс к четырем с половиной годам лишения свободы. Его также признали виновным в причастности к деятельности исламистов. Вертолет генерального секретаря НАТО Иена Столтенберга над Эгейским морем. Он прилетел с инспекции на немецкий военный корабль «Бонн». Главу Североатлантического альянса приветствовал командир корабля, контур-адмирал Йорк Клайн. Столтенберг ознакомился с немецкими военными морскими технологиями и похвалил моряков. Сказал, что благодаря таким людям, как экипаж «Бонна», путешествия над морем и по морю становятся все более безопасными. Все беззаконие и хаос мы пытаемся превратить в порядок и безопасность. Соблюдение законности в воде и над ней напрямую зависит от таких ребят, как вы. Личный состав корабля скоро станет частью объединенной пограничной службы ЕС. Накануне правительства стран-членов Евросоюза договорились о создании новой службы пограничной и береговой охраны. Предполагается, что ведомство сможет посредничать в странах, которые окажутся в особенно тяжелом положении, например, таких как Греция, для того, чтобы уменьшить приток беженцев. В июне решение должен одобрить Европарламент. В таком случае работать новая служба сможет с конца лета 2016 года. Из-за рекордного наплыва беженцев некоторые страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, восстановили контроль на границах, который был отменен много лет назад. В числе этих стран Германия, Австрия, Швеция и Франция. Для экономики Европы это уже обернулось многомиллиардными потерями. Греции и Международному валютному фонду не удалось достичь соглашения о списании части долгов и получении новых кредитов. Ожидалось, что сегодня в Амстердаме может состояться подписание соглашения о третьей программе финансовой помощи. Но выяснилось, что работа еще не закончена. И впереди несколько раундов переговоров. Я рада прогрессу, который демонстрируют Афины. Но впереди у нас еще много работы. Нужно согласовать множество важных пунктов. К сожалению, отменить этот процесс никак невозможно. Пока у нас еще остаются разногласия. Мы находимся в самом начале дискуссии. Говорить о каких-то ее результатах еще рано. Так что, может быть, просто стоит посмотреть, в каком темпе мы будем двигаться дальше. Я предпочел бы не называть конкретные даты заключения соглашения. Международные кредиторы, Еврокомиссия, Европейский Центробанк, МВФ и Европейский механизм стабильности сейчас проводят оценку реализации Афинами реформ. В первую очередь фонд требует от Греции дополнительных решений, новых мер экономии, которые придется ввести, если страна не продемонстрирует рост экономики. Греция обязалась проводить политику жесткой экономии и согласовывать с международными кредиторами все действия в экономической сфере в обмен на программу кредитов объемом до 86 миллиардов евро. Без положительной оценки программы реформ она не сможет получить очередные транши кредитов для обслуживания своего госдолга. Трагедия в Индии. Оползень похоронил 17 человек. Двое пропали без вести. Произошло это на северо-западе страны, в штате Аруначал-Продэш, близ границы с Китаем. Оползень обрушился на временный лагерь, разбитый дорожными рабочими. Подоспевшие спасатели извлекли из-под земли и обломков тела 16 рабочих и еще один скончался по дороге в больницу. Еще двоих человек обнаружить пока не удается. На пути оползня также оказались несколько жилых домов и школа, но строения устояли. Местные жители отделались испугом. Кроме того, грязевой поток заблокировал дорогу. Причиной схода десятков тонн глины и камней стали продолжительные и обильные дожди, всю неделю шедшие в этом районе. За последние несколько дней в регионе случилось еще несколько оползней, но этот оказался самым масштабным. Пять дней спустя после разрушительного землетрясения в Эквадоре зафиксированы новые мощные подземные толчки. Как сообщила геологическая служба США, эпицентр нового землетрясения магнитудой в 6 баллов находится в 100 километрах к северо-западу от города Порто-Вьехо. Первые подземные толчки магнитудой 7 и 8 произошли в ночь на 17 апреля. Их эпицентр находился в районе города Педерналес в эквадорской провинции Манаби. Это землетрясение стало самым сильным в стране с 1979 года. В Эквадоре был введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, число погибших в стране достигло 587 человек, включая иностранцев. Власти оценивают ущерб в 2-3 миллиарда долларов. Аюш было всего два дня, когда ее дом рассыпался. Как и многие дома в сельской местности Непала, он был сделан из камней и глины. Меньше минуты понадобилось на то, чтобы землетрясение магнитудой 7 и 8 баллов разрушило здание, а с ним и все строения в этом районе. Год назад в Непале произошло страшное землетрясение. Погибли около 9 тысяч человек. Семье Аюш повезло. Все остались живы. Нас и раньше частенько трясло. Поэтому, когда в прошлом году все началось, мы тоже решили, что все пройдет и даже не вышли из дома. А потом стали падать камни, разваливаться стена. И я поняла, что надо спасать ребенка. Я просто прикрыла ее собой. Через год после землетрясения семья Аюш все еще живет в развалинах. Брезент, кусок листового металла да камни. Вот и весь их дом. Летом в нем жарко, зимой холодно. И в таких условиях живет не только это семейство. По всей стране до сих пор не могут восстановить свои дома около 3 миллионов человек. Дедушка и бабушка Аюш надеются на помощь от государства. Я не хочу снова строить дом из земли и камней. Я достаточно насмотрелся на то, как такие дома рассыпаются от землетрясений. На свой прошлый дом я потратил почти 3 тысячи долларов, а он за минуту превратился в гору развалин. Мы хотели бы построить дом и жить снова в нормальном доме, а не в развалинах. Но даже если бы мы взяли кредит, у нас не было бы никакой возможности его выплатить. У моего мужа нет работы. Международные доноры пообещали Непалу 4 миллиарда долларов на реконструкцию. Но восстановление задерживается из-за внутриполитических проблем. В сентябре прошлого года в стране приняли новую конституцию. Теперь дискутируют о том, как трактовать те или иные ее статьи. В общем, где уж там отстраиваться. Правительство после гражданской войны в основном занято переходом от монархии к республиканской системе. Они все свои усилия направляют на укрепление новой конституции. У них просто не остается ни времени, ни средств на образование, инфраструктуру, социальную защиту. Благотворительные организации обеспокоены тем, что правительство игнорирует потребности людей в горах или в селениях, где произошло землетрясение. По статистике, сейчас 4 из 5 пострадавших от землетрясения семей продолжают жить в развалинах. Коня на скаку остановит, грабителя сумкой побьет. Решительная француженка обезвредила и прогнала мужчину, пытавшегося ограбить кафе. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как в заведение входит человек в маске и, угрожая пистолетом, требует сложить в рюкзак всю выручку. Владелица кафе, у которой на руках в тот момент был ребенок, спокойно проходит мимо него и кладет младенца. После чего возвращается и начинает избивать вора его же рюкзаком. Не смутило женщину даже то, что злоумышленник несколько раз наставлял на нее пистолет. Мужчины на помощь смелой защитнице пришли только когда стало ясно, что она побеждает в схватке. Да и то к избиению грабителя присоединился только один из многих посетителей. Зато он тоже постарался от души. Обрушил на бедолагу вора стул. В итоге злодей спасался бегством. Чуть позже молодого человека задержала полиция. Выяснилось, что у него и пистолет-то не был заряжен. Зрелая красота. Подиумы и глянцевые обложки покоряют модели за 50. Одной из законодательниц новой моды можно считать 56-летнюю Николу Гриффин. В портфолио британки даже съемки для журнала Sports Illustrated Swim Suit. Она стала самой возрастной моделью этого издания. А в начале апреля она приняла участие в фотосессии в нижнем белье. Примерила несколько шелковых комплектов и халаты. Агентства, специализирующиеся на mature models, то есть манекенщицах в возрасте, сейчас на пике популярности. Их модели способны дать фору даже своим юным коллегам, пишут СМИ. Возрастные красавицы идут в ногу со временем и активно используют соцсети, в которых размещают свои фотографии. А главное, они совершенно не стесняются своего тела. Поэтому и на пенсию не спешат. Глядя на этих прекрасных дам, понимаешь, что возраст действительно не главное, пишут модные блогеры. Здоровый образ жизни, правильное питание и позитивное мышление – вот залог успеха. Делятся секретом сами модели. Карл Лагерфельд уходит на пенсию. Показ круизной коллекции «Шанель на Кубе» в мае может стать последним в карьере креативного директора модного дома. Об этом пишут американские СМИ. Журналисты полагают, что модельер устал от суеты мира моды и в последнее время не очень хорошо себя чувствует. Как сообщает источник, Лагерфельд понял, что ему пора остановиться. Однако официально ни сам модельер, ни его представители эту информацию пока не комментируют. Примечательно, что никто точно не знает, сколько лет Лагерфельду. На официальном сайте модельера указан возраст – 78 лет. Но по некоторым данным фэшн-гуру молодится. На самом деле ему 82. Немецкий король стиля Карл Отто Лагерфельд начинал свою карьеру в 50-х годах с работы в модных домах Фенди, Хлоэ и Крития. В 70-х основал собственную линию – Карл Лагерфельд Импрэшн, а с 1983 года возглавил «Шанель». Несколько лет назад он стал кавалером Ордена Почетного Легиона за вклад в культуру и искусство. Субтитры создавал DimaTorzok